всем привет друзья вы на youtube канале компании приварите авто и позади меня стоят электрические красавчики которые вышли с таможни одни из первых после отмены пошлины на электромобили и сегодня мы разберемся сколько можно же сейчас сэкономить на покупке электрокара и сколько они в принципе выходят по бюджету итак друзья напомню что еще в конце февраля 2020 года поступил звоночек о том что будет принят закон будет принята поправка в закон о отмене пошлины на электрокары как минимум до конца 2020 года данную поправку перенесли с того момента на полтора месяца что повлияло на задержку некоторых электрокаров в японии либо на складах временного хранения но сейчас если вы зайдете на сайт tks.ru в таможенный калькулятор и попробуйте посчитать российскую часть таможенных сборов на электрокарту увидите что 15 процентная пошлина отсутствует в графе пошлина стоит вот такой вот круглый ноль что не может не радовать но это не означает что на российской стороне таможенные платежи отсутствуют совсем остается 20 процентный ндс остается акциз но суммы на покупку электрокаров становятся меньше и иногда доходит до внушительных значений еще раз повторюсь что пошлина 15 процентная от стоимости автомобиля составляла одну из основных частей таможенных сборов на российской части подробнее я расписывал в предыдущем видео о отмене пошлины на электрокар и ссылку оставлю в описании если кому интересно из чего складывается цена особенно российская часть на электрокар и переходите посмотрите я подробно все расписал на доске но а экономия сама сейчас составляет на покупку электрокаров примерно от 20 тысяч рублей если мы берем более бюджетные варианты как сегодня у нас представлены достаточно недорогие получились nissan и и на такие варианты недорогие по бюджету экономия составляет сейчас около 20 30 тысяч рублей если мы поднимаемся уже то а за и ноль более хороших вариантов с большим остатком батареи с маленьким пробегом там уже экономия составляет тысяч 5070 дальше идут 30 киловаттные там можно сэкономить 80-100 тысяч рублей но уже за один новое поколение лифов там с экономия составит от 150 от 120 до где-то сто восьмидесяти тысяч рублей потому что новое поколение лифов достаточно дорогое но и новое поколение радует своим максимальным километражом например самая последняя версия на 62 киловатта заявлено может проехать 458 километров при полном заряде батареи предыдущая версия на 40 киловатт проезжает около трехсот пятидесяти километров но вот самая последняя версия заявленный пробег вот этот максимальный километраж я бы не сказал что он надуманный мы были в шоуруме nissan в японии и там я садился в лифа у которого действительно было заряда под 500 километров то есть запас хода 500 километров почти я тогда сел и просто офигел да конечно такой лиф хотелось бы купить но ценник на такой лиф составляет наверное сейчас около двух миллионов рублей но все это нужно считать конечно же там все зависит от пробега но плохих экземпляров последнего рестайлинга 62 киловаттной версии их просто наверное сейчас нету 40 киловаттная версия кузова за е1 выходит примерно от 1 миллиона 150 тысяч рублей и выше в зависимости опять же от комплектации от пробега вниз если спускаемся уже к а за е0 30 киловаттной версии то там ценник начинается примерно от 750 тысяч рублей и выше 24 киловаттная идет еще ниже примерно от 600 тысяч рублей за е0 начинается ценник вообще от двухсот пятидесяти тысяч рублей это чистая правда сейчас у нас идет лиф который стоит 260000 рублей соответственно у него там не самый большой остаток батареи не самый маленький пробег возможно там хорошее состояние по кузову но на ценник чаще всего влияет состояние батареи и сейчас на аукционах можно посмотреть приборную панель на многих аукционах сейчас начали фото приборную панель чтобы видеть остаток делений у лифов но также на некоторых аукционах осталось без изменений и фото приборной панели отсутствуют соответственно на такие экземпляры без фотки приборной панели спрос меньше их можно купить дешевле допустим если вы хотите уложиться в какой-то небольшой бюджет я думаю там можно урвать неплохие экземпляры чеки за небольшие деньги ну как я и сказал друзья у нас сегодня пришли одни из первых растаможились достаточно доступные варианты и вот черный экземпляр это 2012 год комплектация x средняя комплектация неплохая 8 делений 8 делений и данный экземпляр обошелся в 395 тысяч рублей то есть достаточно приемлемый экземпляр в кузове а за и 0 уже следующий кузов не за и 0 обходится немного подешевле второй экземпляр у нас также 2012 года но в комплектации немного жирнее комплектация x в аэрообвесе и 63 тысячи километров пробег у него поменьше чем у черного но у него также остаток 8 делений пришел там на летней резине и обошелся он в 450 тысяч рублей примерно вышел со всеми расходами до владивостока эта комплектация немного дороже чем у черного товарища но и крайний вариант это у нас 2013 год также остаток у нас 8 делений пробег у него 73 тысячи километров и обошелся в 370 тысяч рублей 8 делений пробег под соточку и вы можете рассчитывать уложиться в 400 тысяч рублей если интересует уже там 10 11 12 делений пробег 50 тоже ценник начинает расти в большую сторону конечно 500 500 плюс все зависит от ваших пожеланий но как факт лифа можно найти в 260 250 270 тысяч рублей в кузове за и 0 но состояние будет не самым лучшим смотря для чего вам нужен данный электромобиль некоторые допустим считают что можно взять за 250 тысяч рублей с убитой батареи лифа и купить здесь уже на российской стороне контрактную батарею она стоит в районе 120 тысяч рублей но самое главное если вы захотите принять такое решение покупайте батарею с прозрачной историей там что вы предоставили историю данной батареи чтобы не взять кота в мешке то есть не поменять шило на мыло ну и в продолжении темы запчастей двигатель часть которая находится у нас под капотом она стоит на кузов за и 0 а за и 0 в среднем 30 тысяч рублей то есть двигатель по сравнению с батареей стоит довольно недорого но если мы берем кузов за и один то сам двигатель стоит 150 тысяч рублей батарея я к сожалению не нашел нужно запрос делать у дилера здесь контрактных я просто не нашел поэтому с кузовом за и один нужно быть аккуратнее не купить и особенно какого нету топлив а и Субтитры сделал DimaTorzok Зарядка от сети займет около 6-8 часов. Обычно для полной зарядки от обычной сети из квартиры, либо около вашего дома, в гараже, ставят на всю ночь просто и с утра отключают зарядку и едут. Если вы подъедете к станции зарядной, то вам потребуется около 2 часов на полную зарядку. Но есть вариант максимально быстрой зарядки, это ChaDemo. Около 30 минут это займет, но я не советую пользоваться такой зарядкой часто, потому что можно быстро положить батарею. Ну вот, немного информации о зарядке именно на Nissan Leaf. Допустим, если сравнивать Tesla с Tesla, то время зарядки у них, насколько я знаю, отличается. Поэтому, прежде чем делать какие-то выводы о быстроте зарядки того или иного электромобиля, лучше запастись информацией в интернете. Ну и о зарядных станциях, которые появляются все больше в городах России. Допустим, даже во Владивостоке уже появилось около 10 зарядных станций в 3-4 местах, где вы можете зарядить свой электромобиль. Ну и, как я постоянно вижу, люди заряжаются либо около своих частных домов, либо висят провода с 10 этажа и заряжается электромобиль. То есть, приспосабливаются электромобили, приспосабливаются люди к электромобилям. Ну а что будет дальше, покажет только время. Ну а скоро мы проведем целый день, пользуясь данным электромобилем, недавно конкретным этим лотом, попросим одного из наших друзей. Надеюсь, кто-то пойдет нам навстречу, даст на целый день нам на Nissan Leaf. Мы зарядим, поедем покатаемся, попробуем где-нибудь остановиться, подзарядить его, попробуем выехать за город, возможно. Все это покажем на нашем YouTube-канале, поэтому не забывайте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Я думаю, будет интересно. Посмотрим вообще в целом, на что же способен Nissan Leaf. Съездим, возможно, в сервис по обслуживанию электрокаров, гибридных автомобилей. Посмотрим, что они расскажут нам. В общем, все будет на нашем YouTube-канале, поэтому не забывайте подписаться. Электрокары на данный момент уже довольно популярны по всему миру. Они значительно резко вошли в нашу жизнь. Ну и говоря о спросе на данный автомобиль, в 2017 году было продано 55 тысяч экземпляров по всему миру. И 2017 год, я бы сказал, это была такая отрывная точка, что в Россию электрокары, Nissan Leaf особенно, начали заходить очень плотно. И на сегодняшний день спрос в России и по миру вообще в разы больше, чем в 2017 году. Ну а в 2018 году Nissan Leaf получил награду World Green Car, что дословно в переводе «Мировой зеленый автомобиль», грубо говоря. Да, Nissan Leaf электромобили считаются достаточно экологическими автомобилями, Но ходят много споров, что разложение их батарей, что у электрокаров, что у гибридов значительно хуже влияет на экологию, чем, допустим, у тех же бензинок. Но это не наша юрисдикция, так сказать, и не нам об этом размышлять. Мы говорим сегодня о прекрасных автомобилях, которые ездят у нас без бензина, а от чистой электрической энергии. Сел я в одного из экземпляров, которые у нас первыми растаможились после отмены пошлины. И, как я сказал, во всех трех комплектация X. В комплектации X мы можем увидеть красивое управление климатом, круиз-контроль, которым можно управлять на руле, управление магнитолой. То есть у нас мультируль в данной комплектации кожаный, но не во всех. То есть у нас средняя комплектация, здесь у нас еще присутствует приставка Aero. Штатный магнитол практически у всех лифов стоит. Часто зарядки, флеш-карты, CD-карты в магнитолы, они приходят отдельно. То есть вторые ключи зарядки, CD-карты, они приходят отдельно капитанской почтой. Так что если зарядка от вашего электромобиля еще не в автомобиле, то паниковать не стоит. Если зарядки не было изначально, то такая отметка стоит в аукционном листе. Друзья, я затронул цены на электромобили, но цены вы всегда можете посмотреть в каталоге на нашем сайте. На электромобили вообще на все просчитана конечная цена, потому что у электромобили нет проходного года. Вы можете и 90-х годов найти электромобиль, если вы такой найдете. И в каталоге на нашем сайте обозначена, уже просчитана конечная цена. Каталог представляет из себя статистику продаж аукционов Японии. Это не продаваемые машины, это просто статистика, благодаря которой вы можете понять, за сколько вы можете приобрести себе, допустим, электрокара. Поэтому ссылка в описании, друзья. Переходите, смотрите, ознакомливайтесь. Обязательно напишите свое мнение про электрокары, что это серьезный автомобиль будущего или бесполезная игрушка. Напишите обязательно свое мнение, будет интересно почитать. Ну а всем, друзья, большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на наш канал. Я всем желаю удачи. Пока! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok